Всем привет, доброе утро. Давайте определимся, что такое agile. Наверное, все знают или нет. Нимите руки, кто имеет представление. Ничего себе. Здорово. Может кто-то в двух словах сформулировать, чтобы кто-то, кто не поднял руку, узнал. Просто шутят, что в моем выступлении столько этих слов проходит. Скажем предложение, что его нельзя понять, если не знаете это слово. Кто может? Так, друзья, кто может в двух словах сформулировать. Есть смелые. Что такое agile? Был лес рук. Как переводится agile с английского? Как? Давайте просыпаемся. Как? Гибкий. Спасибо. А как применить вот это слово гибкий в проектном управлении? В agile входят самые разные практики, которые представляют максимально гибко управлению проекта. Замечательно. А много практик? Ага, спасибо. Ну давайте я сейчас более подробно расскажу. Agile – это итерационная разработка. Итерация там, например, одна неделя, и в конце этой итерации разработчики и тестировщики дают готовый протестированный продукт. То, что можно поставить на бой, и то, что будет работать у заказчика. Это основная мысль. Вот это и есть agile. Действительно, как правильно заметил ваш коллега, там достаточно много практик, их очень много. И сегодня мы о них поговорим. Итак, давайте вначале познакомимся. Меня, повторю, зовут Алексей. Agile я занимался на различных крупных проектах международных организаций. Вот поэтому сегодня хочу поделиться опытом. И мы сегодня поговорим с вами о пяти наиболее эффективных шагах, каким образом внедрить agile. Я так понимаю, поскольку вы все знаете, что такое agile, а может быть многие из вас работают по нему, и это будет полезно для того, чтобы вычленить, что основное и что самое важное, и что следует в первую очередь, на что обращать внимание в agile. Также это будет важно тем, кто хочет в свой проект привнести эту гибкую методологию. Итак, давайте пока что ответим еще на пару вопросов, которые помогут нам сформулировать проблемную область. Первым мы вопрос как-то ответили. Давайте определимся со вторым. Итак, если бы нам пришлось в новый проект, который идет оскорблением, внедрить в нашу гибкую методологию, что бы мы в первую очередь сделали? Какой первый шаг? Рассказали, что это такое. Кратко. Кратко рассказали, что вы поедали. Мы правильно сегодня начали, да? То есть пригласили бы вас. Пригласили бы вас. Спасибо. Еще один шаг какой-то. Могут рассказать правильно. Принять решение. Как? Принять решение. Принять решение. То, что мы команда и идем в одном направлении. Правильно? Распланируйтесь. Распланируйтесь. А что будем планировать? По итерациям. По итерациям распланироваться. То есть было раньше вот каскадо, а теперь мы делаем назад и в интеракции. Выбрали инструменты. Отлично. А, например, какой? Предложи один вот. Твой любимый. Для жема. Как? Для жема. Ага, хорошо. Как сказать, что мы знаем, хотя здесь совсем не отражаем, а вот здесь нет. То есть инструмент какой-то более технический, правильно? Нет, есть инструмент, где это для контроля, для отрекинга. Ага, я понял. Визуализация. Визуализация, да. Отлично. Мы сейчас, я так понимаю, пройдем всю мою презентацию, даже не листать. Так, ну хорошо, давайте к второму вопросу. А что самое важное? Вот мы в Мердерейм-Аржайл, у нас есть команда, у нас есть заказчик, у нас есть процессор. А что самое важное? Планирование. Беспланово ничего не будет. Самое важное, чтобы, опять же, команда следовала. Отлично. Надо, чтобы все принимали. Видите, друзья, на самом деле проблема заключается в том, то, что существует множество практик, и человек, руководитель в нашем случае, когда он пытается внедрить Аджайл, он встречает с тем, что непонятно с чего начать, что выбрать, что самое главное. То есть сейчас мы проговорили разные направления, которые могли бы быть самыми главными, но с чего начать непонятно все-таки. Поэтому, если не умеющий руководитель внедряет Аджайл, то получается у нас повышаются риски на проекте, у нас, ну, естественно, если что-то пойдет не так, может пострадать авторитет руководителя, ну и может быть потрачено много времени и сил. Причина, естественно, что непонятно, что самое важное и самое нужное. Вот, поэтому сегодня об этом и пойдет речь. Я расскажу пять шагов, каким образом из обычного проекта трансформировать его в эффективный Аджайл проект. Ну, давайте рассмотрим, например, образ проекта. Как бы Аджайл мог работать? Представьте себе то, что вы руководитель, например, разработчиков. Вы приходите к себе на проект, уже большинство команды собралось, все сидят в одной большой комнате. Через час после начала рабочего дня происходит у вас первый статус встречи, на которой все дружно общаются, между собой рассказывают друг другу о статусе своих работ, делятся мнениями и делятся проблемами. Настолько эффективно вы настроили свою работу в команде, что другие коллеги помогают решить проблемы, и проблемы решаются буквально сходу. Дальше, так как вы руководитель разработки, к вам подходит ваш, скажем, Антон. Антон, он ваш разработчик, джуниор, и просит вас помочь с небольшим кусочком кода. А также он говорит, что очень хочет сделать рефакторинг, рефакторинг кода для того, чтобы улучшить то, что он написал. И вы, естественно, поскольку вы идете с опережением, вы знаете статус вашего проекта, вы принимаете решение, что вы ему, естественно, помогаете с кодом и помогаете, точнее, позволяете сделать рефакторинг. Потому что когда у нас хорошо настроен процесс, когда мы идем с опережением, самое время позаботиться о стратегическом развитии проекта, рефакторинг к этому относится, и о индивидуальном развитии сотрудников. Ладно, пропустим это. Итак, давайте поговорим все-таки о пяти основных шагах, которые необходимо сделать, чтобы трансформировать проект в agile. Итак, за 30 минут мы проговорим не только эти пять шагов, но еще и аспекты коммуникации и мотивации, о которых часто мы, как руководителя, забываем. Очень важно каждый шаг доносить до команды, как сегодня было сказано из аудитории, что важно, чтобы команда захотела. Важно принять решение. Вот сзади коллега подсказывал нам. То есть команда должна с нами идти, а не против нас. Итак, опять вопрос вам. Какие на проекте существуют показатели эффективности? Ведь если мы что-то трансформируем и говорим, что эти пять шагов самые лучшие, самые эффективные, мы должны понимать, какие процессы на проекте мы хотим выполнять. Давайте определимся, что у нас связано с эффективностью. А я скажу. Отлично, мы здесь универсальны. Мы здесь универсальны. Я им предложил проект. Ну, если это, например, сустейн, то это может быть рейд-штрейд, условно говоря. Ну, ладно. А если это дизайн, то это может быть, там, фич первая. Ну, я не знаю. А, глядите, нет. Это будет шла именно по процессу. Ну, например, коммуникации связаны, вот с хорошей коммуникацией, связаны ли они с эффективностью на проекте. Да, два вещи. Давайте. Коммуникации. Ты не скажешь, как бы не давали в число. Дизайн по грейд-штрейд, да? Да, его по грейд-штрейд. Коммуникацией он как-то. Это процесс. Да, я согласен. Это процесс, который имеет в виду показатель. Давайте, на самом деле, повыше на уровень процессов. Какие еще процессы на проекте есть? Сейчас релизы. Релизы, да? Хорошо. Сейчас. Он тоже что-то собирает нам фидбэк, например, да? Не фидбэк, нет? То есть они дают нам возможность понять, что заказчик думает нам. И обычно я это удивляю. Равномерный ритм работы. Равномерный ритм работы. Так, наверное. Лизы. Работа. Равномерный. Так, хорошо. Равномерный ритм работы. Ребята, еще у кого-то есть? Как? Работа по качеству. Уже и верификация вообще. Верификация напишу. Да. Верификация. Равномерный. Равномерный. четкие процессы модели команды разработчиков с командой тестов. Я не знаю. А вы это назовете, но пока я не имею. Разработчики плюс тестировщики, да? Да. Равном. Выписать? А если мы здесь есть? Если нет, то не будем. Хорошо. Так, что еще? Ребята, кто еще не высказывался? Проявите инициативу. Не спите. Не прячьтесь за коллегами. Ну хорошо, глядите. На самом деле, процессов вы, конечно, знаете много. Самое главное, да, нам для продолжения работы и каким-то образом сгруппировать. То есть, как я чуть раньше сказал, то, что у нас есть группы процессов, которые относятся к внутрикомандным иммунитациям, да? И вообще взаимодействиям. Есть у нас взаимодействие с заказчиком. А вот это куда отнесет? Ну, смотри, зависит от целого его исполнения. Можно сюда отнесет, да. Я тоже согласен. Ну вот, поскольку всего одна версия прозвучала, у нас есть некий, скажем так, процесс и процедуры, да? Мы их вот в общем назовем. Потому что это можно отнести все-таки к взаимодействию. Это естественное взаимодействие. Вот. Но также здесь лежит, ну, возможно, какие-то там стандарты работы, да? Мы откроем вот эти три фактора по своим работам. Итак, первый шаг, с чего требуется начать, и вы абсолютно верно сказали, поскольку вы знаете лучше меня, это применение манифеста agile к текущей ситуации. То есть мы должны поделиться с нашей командой тем, куда мы сейчас пойдем, тем, чем мы будем заниматься. И важно, чтобы действительно это решение было принято совместно. Итак, давайте вспомним основу agile. Перед вами находится манифест. Еще раз напомню, что манифест agile направляется на четыре основных пункта. Это люди и взаимодействие, это работающий готовый продукт, это, конечно же, коммуникации, доброжелательная, скажем, атмосфера общения с заказчиком и готовность к изменениям. Поэтому как раз agile, да, гибкий. Вот. Соответственно, в манифесте agile то, что находится справа, не отрицается. Да, но просто говорится то, что мы делаем упор на то, что находится слева. Итак, давайте рассмотрим пример, каким образом мы можем донести информацию, скажем так, о том, что будет у нас в серийном проекте до наших коллег. Давайте представим себе, что мы делаем собрание. Делаем собрание, предварительно, естественно, встречаемся с руководителем проекта, если мы руководители, например, разработки. И договариваемся, что у нас действительно будет agile, что на уровне, скажем, руководства это будет решение принято. И теперь нам нужно эту важную вещь донести до наших коллег. Итак, что мы делаем? Например, здесь может стоять прямая речь, да, коллегам. Быть примерно следующей. Например, я очень рад то, что работаю с такими прекрасными людьми. И в нашем проекте каждый из нас профессионал и несет ответственность за результат вот этого проекта. Но никто не будет отрицать, что есть еще очень важная вещь, за которую мы несем ответственность. Это наше содержание нашей профессиональной жизни. И не надо никому объяснять, насколько важно быть эффективным, насколько важно быть радостным в той половине, скажем, жизни, которая проходит у нас на работе. Поэтому я предлагаю позаботиться и о профессиональном развитии своем, и профессиональном развитии проекта. И самое главное, о атмосфере на проекте и о, скажем так, моральном состоянии нас. И внедрить вот, что называется agile или гибкая методология в нашу работу. После этого мы можем, конечно, рассказать следующие четыре шага, которые составляют трансформацию проекта в agile. Давайте теперь к ним и перейдем. Итак, опять же, с аудиторией абсолютно правильно прозвучало, что нам необходимо построить какую-то итерационную работу. Вопросы по кругу или по кругу? Отлично. Я до этого дойду. Но если вопрос останется, если я не отвечу в процессе выступления, тогда в конце. Итак, что мы вкладываем вот в это понятие организации гибких процессов? Здесь есть три вещи, которые необходимо сделать. Первое – это наладить действительно работу по итерациям. Итерации, наверное, все знают, но просто если вдруг кто-то не знает, это небольшой отрезок времени, например, две недели, через который после анализа, разработки, тестирования, возможно, имплементации, проект ставится на бой, и он готов, его можно использовать конечным пользователем. Вот это принципиальное отличие agile от других методологий. То есть мы после итерации можем использовать продукт. Чуть позже я более подробно поясню, скажем так, почему вот это принципиально. Итак, также создается бэклог. Бэклог – это документ, где находятся не только все задачи или скоп проекта. Там находятся еще также идеи, размышления, пожелания. Ну и, конечно, спринтлог, он создается перед определенной итерацией. Это на итерацию набора задач. А их берут обычно наиболее приоритетные. И тем самым достигается то, что вначале выполняется то, что действительно важно клиенту, а потом все остальное. Итак, давайте приведем пример, каким образом мы можем команде рассказать о том, что такое итерация и как вообще это можно в команде внедрить. Какие есть идеи? Как можно в команде внедрить то, что я рассказал? Опять вопрос, да? Именно agile. Scrum, гляди, это разновидность agile, да, и оттуда какие-то практики мы можем взять, можем не брать. Кусочек, да, спасибо. Это кусочек действительно agile, который… Итак, глядите. Здесь представлен действительно Scrum, да, это просто как вид agile, очень распространенный. Тем не менее я хочу рассказать о примере, который, ну вот скажем так… В первую очередь мы встречаемся, опять же, если мы руководители разработки там или… А вот, кстати, вопрос. Ребят, а кто есть в аудитории менеджера всего проекта? Поднимите, пожалуйста, руку. Есть руководители разработки и тестирования бизнес-анализа. Поднимите руку руководителей групп. Ага. Хорошо, спасибо. Понял. А, глядите. Значит, вот мы… Соответственно, руководители больше, поэтому мы будем позиционироваться на руководителей. Руководитель разработки, если решил то, что мы будем внедрять вот такие вещи, то он договаривается опять же с менеджером и на встрече, например, всех руководителей, там, тестирование, разработки, бизнес-анализа, вы принимаете первое решение. Очень важно, да? Насколько будет большая итерация. Ну, в литературе об этом очень много написано, поэтому я не буду останавливаться на этом. После этого вы собираете всю команду и проговариваетесь о том, что будет взято на эту итерацию. Откуда мы берем информацию о том, что будет в итерации? Кто может сказать? Бэклог. Спасибо. Действительно, мы берем бэклог, там записаны все задачи, они приоритизованы там, и мы берем самые приоритетные и, кроме них, те, которые помещаются в итерацию. После этого у нас есть, и это получается у нас спринтлог, да? То есть два артефакта у нас получилось. И самое важное, о чем хочется сказать и что хочется подчеркнуть, мы делаем руководителями всеми прогноз. И прогнозы мы делаем следующие. Мы прогнозируем, какая будет производительность команды, сколько будет примерно багов, сколько будет примерно ишуев, проблем, которые придется решить. Это грубое слово. Мы прогнозируем, сколько будет обращения клиента, если у нас есть что-то уже на проде. И вот это принципиально важное, что обычно не делается, но что крайне сильно помогает эффективности. Почему? Потому что если мы это сделали, если мы спрогнозировали, в конце итерации мы имеем всю информацию, чтобы оценить. Мы имеем количество багов, мы имеем производительность команды в плане того, сколько трудозатрат потрачен, сколько реально сделано. Точность оценок мы можем увидеть и прочие вещи. Вот эти моменты мы действительно измеряем, и в итоге у нас набирается от итерации к итерации. Ведь весь смысл итеративной разработки, на что бы набиралась статистика. И тогда что происходит? Мы как руководители с вами точно знаем, сколько на следующей итерации будет багов, сколько наша команда, какая у нее производительность, сколько сможет выполнить, сколько обращений клиента, сколько людей вам на какое направление нужно поставить. Мы теперь как руководители можем с вами прогнозировать, а это влияет на что? На стратегическое управление проектом. Мы прогнозируем, каких людей нам нужно нанимать, нужно ли делать шаринг знаний и прочее, прочее. Помните, что то, что мы не измеряем, этим мы не управляем. И вот первый огромный плюс, и почему это именно второй шаг, итеративность дает точное прогнозирование и управление показателями эффективности, которые есть на вашем проекте, которые вы как руководители определили. Согласить вопрос можно? Такой вопрос. Ну вот в показстве все хорошо, а на самом деле, когда работа начинается, то у вас есть проекты и заказчики с определенным количеством денег. Я думаю, что запланируют, мы можем сказать, когда действия у вас не готовы, когда первые две недели закончатся. А вот это слонирование, самое тело, когда оно происходит? Это большое работа, которое потом задается на страницу. Да, это очень важный вопрос. На самом деле, я, наверное, все-таки в процессе на него отвечу. Мне кажется, там есть такая информация. Опять же, запомни его обязательно. Если ты не получишь ответ, обязательно в конце ты меня спросишь, и я тогда отвечу. Итак, третий шаг очень важный. Мы говорим, хорошо, у нас развиваются показатели эффективности, мы их контролируем. А можем ли мы их улучшать на проекте? Ведь показатели эффективности – это насколько разгоняется наша команда, насколько увеличивается качество работ. Давайте посмотрим, что мы можем, скажем так, улучшить на проекте. На проекте есть еще две важные вещи. Чтобы улучшать какие-то показатели, нам важно иметь обратную связь. Есть статистическая обратная связь. То есть то, что мы меряем с вами, вот эти показатели эффективности. Но есть также моральное состояние работников на проекте. Их ощущения, их стремления, их реализация, их амбиции и прочее. И вот чтобы это определить, нам очень важно как руководителям иметь честную обратную связь. И сейчас пойдет речь о том, как это сделать. Также сотрудникам очень важно понимать, каким образом они могут повлиять на проект. Что они могут сделать. Потому что это взаимосвязано с их развитием, с их заработной платой, возможными увеличениями и прочее. Это так важно для каждого из нас, не только для ребят, которые не руководители. Итак, давайте тогда посмотрим, что мы можем, скажем так, предпринять. Я предлагаю ретроспективу. Кто знает, что такое ретроспектива? Один, двое, уже все практически. Хорошо, глядите, я расскажу чуть более подробно. Это собрание всей команды, которая проходит в конце итерации. На этом собрании происходят две вещи. Первая вещь – это мы делимся с командой результатами проекта, поскольку мы все померили. Показатели эффективности, к чему пришли, фидбэк от клиента и прочее. Надо донести до команды. Это важно. Если команда это знает, то она понимает, идет ли проект в нужном направлении, есть ли какие-то серьезные проблемы, где затыки. Второе – мы, скажем так, узнаем, что хорошего, что плохого на проекте и как это изменить. Давайте приведем пример. Например, возьмем такой, знаете, пример не внедрения, мы говорим о внедрении ажат, а какой-нибудь третьей итерации ретроспективы. Например, там Светлана, она руководитель всего проекта, посмотрела, посчитала показатели эффективности в конце итерации, оказалось, что команда здорово работает, команда в эту итерацию сделала лучше. И она поэтому решила начать ретроспективу с того, что купить колу, купить пиццу для команды. Команда вся садится, и вот с такого позитивного начала начинается ретроспектива. Она выходит, как я и рассказывал, она рассказывает о том, какие показатели эффективности достигнуты, благодарит команду, особенно благодарит Катю и Никиту за их отличные результаты в парном программировании. После этого выходит фасилитатор проекта, я чуть позже расскажу, это вот душа проекта, например, бизнес-аналитик, и на доске расчерчивает и рисует, скажем так, вот эту для ретроспективы, скажем так, доску. Она состоит из трех колонок. Первая колонка – это что было хорошо, кто чем может погордиться. Туда записывается все, включая мнение, ну то есть сотрудника, да, мы спрашиваем, что хорошего было. Туда может быть записано и там рождение ребенка, и успех в парном программировании, и введение новой практики, или начало работы по ТДД, что угодно. Также есть колоночка, и мы ее называем упущенные возможности. В колонку упущенные возможности мы пишем, ну скажем, это минусы, да, что не понравилось. Туда можно записать не только какие-то неуспехи на проекте, туда пишется также там отрицательное моральное состояние, что-то не понравилось, что-то не получилось, да. И это очень важно. Это те места, вот согласитесь, в других как бы видах собрания нету возможности сотруднику об этом высказаться. А вот здесь она появляется. И третья колоночка у нас будет о том, что, ну скажем так, надо сделать, чтобы закрепить достижения и устранить вот эти недостатки. Вот. Соответственно, на каждую итерацию мы делаем эту ретроспективу, где сотрудники могут об этом высказываться. А далее получается так, что мы видим это и можем улучшить там же, да, у нас есть, появляется список задач. На каждую задачу, который список задач, да, по улучшению, назначается ответственный. Причем назначается не лично, ну то есть ты будешь ответственным, да. Вот. А назначается таким образом, что сотрудники сами поднимают руки и выбирают, да, какую задачу им делать. Бывает, что задачи некоторые не были разобраны, да. Например, что-то записали, нужно теперь вот делать так. Но никто не поднимает руку, никто не хочет брать на себе эту задачу. Опять, не надо заставлять. Это индикатор о том, что это либо действительно ненужный, кто-то вот нечаянно высказался, либо, ну скажем так, нет того, кто может это кроме как, ну как бы, да, по своему желанию сделать. Это важно. Итак, давайте дальше перейдем вот к такому вопросу в аудиторию. Помните, мы когда обсуждали процессы, которые связаны с эффективностью, мы так или иначе задели вот эти темы, да, регулярное взаимодействие команды, понимание стратегической цели, там, ну вот все, что здесь представлено. Вот вопрос вам, коллеги. С помощью чего можно добиться вот этих важных вещей, связанных с эффективностью? Как это делать? Всех программистов в одну комнату посадить. Отлично. Посадить всех? Всех за команду или программистов? Ну ладно, в команду. Спасибо, это важно. Наверное, это невозможно, как правило, в приятных условиях. И это невозможно, как-то. Отлично. Есть. Всевозможный будет. У меня есть, например, скайп, чтобы все пользователи скайпы. Замедрение бесплатно, скайпы, да. Ну неважно, просто чтобы все использовались бы в общей системе, для конкурсов. Ага, хорошо. При помощи страха наказания. Страха наказания. Конечно, да. Дефрегируется. Да. Все. То есть, вот, понимаете, церковническая цель, это сирал сформируется, да? Софра. Нет. Просто, 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 кажется, в общем, он понимает, а где мы можем получить консерную информацию, в кем же подложим, на эту тему, что мы говорим, чтобы не осуждаться, не бояться, не там, правильный вопрос, что узнавать, там, и так далее. А как сделать, чтобы не стеснялся, не боялся? Ну хорошо, попробуем. Я стесняюсь, например, сюда, в комнату, сюда идти. С провестителем билдинга, где все вместе выберутся куда-нибудь. Сим-билдинг. Так, отлично. Знаете, вам нужно. И что-то в этом скрам-митинге с ежедневным тоже очень полезно. Люди начинают общаться. Когда их заставляют общаться, они со временем начинают и добровольно общаться. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не А вот эти статус митингов нежедневных, а достигается ли последний процесс проекта? Все понимают, где мы находимся, какой статус? Да. Все знают, что чем занимаются, все знают, кто чего достиг. А как? Может, гомбанг? А нет, сомн. Это в самом деле зависит только от инфекции низов. Можно организовать, как прогресс будет виден, а можно организовать, как углодируется. Ну, то есть тимбилдинг, да? Нет, чуть-чуть. Просто если есть какая-то, вовремя, наглядность в визуализации прогресса, то начните. Хорошо. Спасибо. Вы снова все сказали. Вот. Соответственно, четвертый шаг – это регулярные встречи и средства визуализации. Итак, я предлагаю использовать его в следующей практике. Это стендап-митинг, так называемый, или ежедневная встреча, которая проходит очень быстро, скажем так, но обычно 15 минут. И taskboard – это способ визуализации. На самом деле, способов встречаться и способов представлять информацию команде очень много. Вот. Но мы рассмотрим вот эти конкретно. Итак, давайте рассмотрим вначале, как может быть вот этот taskboard, как выглядит, да? И как он представляет информацию для нас, да? Вот есть у нас to do, in progress, to verify, done, да? То есть, то, что надо сделать, весь список задач, то, что сейчас делается, видите, и вот фотки, кто делает. Вот. Это, соответственно, отдано на тестирование, и то, что сделано. То есть, то, что стоит, скажем, на среде, где уже все это проверено, и можно это ставить на бой. Вот. Чем она замечательна? На самом деле, наглядно здесь все видно. Так же вот здесь. А? Я не знаю. Я не знаю. Скрам-борд. И больше для Microsoft. Как вы думаете с чего? Для Microsoft. А, да. А, да. Спасибо. Вот. Скрам-борд, ой, taskboard, да, выглядит, например, вот таким образом на доске, да? Ну, это просто, чтобы сравнить, как на компьютере это может быть, как на доске. Вы можете всегда попросить там себе проектор, да, который будет включаться на 15 минут, на котором все будет это выводиться. Вы можете получить, например, не знаю, телевизор, если у кого-то есть в компании, прям вот в вашей аудитории, да, чтобы это постоянно выводилось. Тогда это удобно сделать в электронном виде. Если такого нет, то, конечно, делается вот таким образом. Итак, давайте приведем пример. Ну, опять же, как внедрить, да, как внедрить эту методику? Как внедрить ежедневные встречи? Возьмем, например, тестировщика Никиту, который всегда был расстроен, что команда между собой не общается. Он был расстроен тем, что он не может на кого-то назначить баг, потому что ему в ответ все время примерно следующее. Это не моя область ответственности или это не я должен делать. Или, например, он не понимал, откуда взять, скажем так, информацию или документацию, чтобы тест-кейсы написать. И он бегал вот таким образом по сотрудникам, спрашивал, выведывал. Поэтому, когда ему менеджер поручил сделать, как раз организовать вот эти митинги, встречи, да, статус митинги, он был очень рад. Вот. В первую очередь, что он сделал? Он встретился с командой, узнал, когда кому удобно. Оказалось, что встречи будут проходить с 12 до 12.15. Вот. Следующее, что он сделал на первой встрече, он рассказал, о чем будет, да, что будет делаться, какой будет результат. И самое главное, он обозначил все три вопроса, которые надо ответить каждому из участников проекта на этой встрече. Это что сделал за вчера, что он планирует сделать до следующего стендарт-митинга. И третье, какие проблемы возникли. Да, вот третья часть, наверное, самая основная. Эта часть, которая вот как коллега ваш сказала, то, что она провоцирует общаться, провоцирует решать вопросы не одному, провоцирует других людей помочь. Потому что, когда мы просим о помощи, наверное, каждый из вас знает то, что есть желание ответить и ответить положительно, да, потому что обычно мы хотим помочь другому человеку. Итак, соответственно, вот таким образом была внедрена эта практика. Я хочу подчеркнуть здесь такой, скажем так, мотивационный аспект вкупе с коммуникационным. Люди на первых встречах, да, они будут, естественно, не будут общаться, они будут стараться там с другими коммуницировать в плане, там, давайте я вам помогу, давайте вот здесь потом, давайте так, давайте встретимся, там, отдельно техническое собрание и прочее. На самом деле, руководитель, если будет продолжать проводить эти встречи, да, если будет верить, действительно, со временем, вот эта провокация, она сработает. Люди начнут между собой общаться, они подружатся. Климат моральный, он улучшится в организации, в вашей команде. Итак, ну давайте перейдем к последнему шагу, самое интересное, напоследок, и поставим точку, да. Опять к вам вопрос. Вы на самом деле сказали обо всех шагах в самом начале, и я лишь только повторил, уже сказано, вот, и этот шаг также был затронут, но вот все-таки, да, давайте вспомним, что мы прошли. Мы с вами рассказали, поделились целью, да, с командой своей целью. Мы с командой приняли решение внедрять, выбрали agile манифест и познакомились с ним. Второе, что мы сделали? Мы определили то, что мы должны по итерациям работать, сделали итерационные шаги, да, определили там длину итерации, сделали два принципиально важных документа. Backlog – это все о проекте. И Sprintlog – то, что мы передадим заказчику в конце проекта. Третье. Мы поняли, какие вещи действительно связаны с эффективностью на нашем проекте, мы их теперь меряем по итерациям. И на ретроспективах у нас появляется возможность эти вещи улучшать. Причем не нам одному, как менеджеру ставить другим задачу, а вся команда заинтересована и замотивирована, да, чтобы эти вещи улучшать, потому что это их работа, это их профессиональная активность, это их ответственность, да. И когда вот в таких доброжелательных, скажем, условиях это проводится, то коллеги начинают помогать проекту, подталкивать проект, беря на себя ответственность. И четвертый шаг. Вспомните, какой был, только что мы о нем говорили. Да. Stand-up meeting, да? Да, и визуализация. Вот. То есть теперь мы говорим на локальном уровне то, что ребят, давайте общаться, ребят, давайте, скажем так, видеть каждый день цель проекта и насколько мы продвинулись к нему. И вот все-таки не хватает одного шага. Мы не наладили взаимодействие с заказчиком. Как? Взаимодействие с заказчиком можно перейти на дорогу? Класс. Это будет в любом шестой шаг. Но поскольку время ограничено, взаимодействие с заказчиком, понимаешь, этот шаг находится вот на самом деле в каждом из вот этих перечисленных. То есть мы в конце итерации выдаем продукт, получаем фидбэк, обратную связь и прочее. Но на самом деле эти шаги важнее. Взаимодействие с заказчиком само собой формируется, если мы делаем ретроспективы, итерации и прочее. Поэтому я их вот из этого... А можно тогда я вас перебью? В ретроспективе это тоже на самом деле есть. А где там заказчик? То есть мы приглашаем представителя заказчика на митинг, делимся с ним результатами. Никогда. А где здесь, если вы поставите заказчик, я это видя, я вам не знаю. Да, спасибо. Действительно, да, есть демонстрация. Бывает так, что демонстрацию прилепляют к ретроспективе, имеется в виду по времени. Ретро закончилось, ребят как раз разоговорились, прочие вещи, и начинается демонстрация для заказчика. Там как раз выносятся те части ретроспективы, которые можно донести до заказчика. Бывает заказчик, что его можно на ретроспективу позвать и сделать его там специфичную. Потому что бывает, когда мы с заказчиком общаемся о том, что, а давай перейдем на гибкую методологию. Заказчик говорит, да ну, что за фигня. Зачем? Мы объясняем и так далее. Иногда имеет смысл показать, гляди. Помимо прочего, у нас и команда выросла и так далее. И это на ретроспективе хорошо видно. И показатели эффективности. Особенно если заказчик аутстаффит команду целиком. Тогда ему это будет важно. Итак, что же последний шаг? Спасибо за мнение. На самом деле взаимодействие с заказчиком – это важно. Какой еще шаг нужен, чтобы закрутилось на проекте все? Кто-то будет прогуливать собрания, кто-то будет не проходить на ретроспективу, кто-то будет… На самом деле может работать определенным образом, но недолго. Система мотивации, включающая в себя системы контроля, обощрения и наказания. Отлично. Система мотивации. А кто бы этим занимался? Они не знают, по которым они занимаются. Ну, менеджеров, например, там шучат. Вообще, жалоб придерживают мнение, что… Ну, менеджеров было мало здесь, поэтому я спокойно об этом говорю. Если что, руководители поддержат, надеюсь. Глядите. Ну, вот на самом деле все правильно. Кто про мотивацию говорил, все правильно. Мотивация… Мы называем это фасилитацией, лидерством, модерацией. Туда входит гораздо больше, чем просто мотивация, поощрение и наказание. Это именно некий дух. Его называют в гибкой методологии agile mindset. Когда другие сотрудники, неважно какого уровня, начинают думать так же, как и руководители. Потому что обычно руководители с опытом, они понимают, для чего там нужен этот проект и прочее. Вот. Итак, давайте тогда посмотрим, что же в эту фасилитацию входит. И причем вот подчеркну, поскольку такой вопрос прозвучал, что необязательно менеджер будет фасилитатором. Чаще всего, по моему опыту, менеджер, да, является фасилитатором. Он потому что привносит эту практику, да, или эти практики, и он начинает гореть за свою собственную идею, чтобы в итоге показать, что я принес и так далее. Но на самом деле более здоровая обстановка, когда фасилитатор – это кто-то из команды. Например, джуниор. Почему нет, да? Просто он должен обладать определенными качествами, чтобы вот примерно такие направления поддерживать, да, чтобы приходить и говорить, ребят, давайте вот тимбилдинг сделаем. Все такие, да ну, опять этот боулинг. Зачем? Он говорит, да нет, в этот раз в картинг. Опять, ну мы там были на прошлой неделе. Ну это все в этом духе, да? Вот. Соответственно, вот эти направления должны обязательно поддерживаться. И тогда вот остальные четыре шага будут выполняться. Итак, давайте посмотрим, чем хороши именно эти пять шагов. о которых вы и так знали. Первое. На самом деле они достаточно просто реализуются. Мы на каждом шагу привели примеры, да? Они на самом деле достаточно просто делаются. Есть очень сложные практики, да? Вот. Это простые, поэтому не требует больших трудозатрат. Самое главное, что эти шаги, если их действительно делать вот в тех примерах, как я приводил, да, они не повышают практически риск проекта, потому что не являются чем-то, что кардинально меняет проект. Конечно же, и самое главное, я вот прям подчеркиваю это еще раз, мы не можем контролировать то, что мы не можем мерить или то, что мы не измеряем. Поэтому вот когда мы измеряем показатели, у нас с каждой итерацией растет продуктивность. Ну, конечно, вот все плюсы agile проекта, это понятно. То есть все практики agile, они привносят свои плюсы и свои минусы, кстати, да? Вот. И поскольку эти пять практик на самом деле на многих-многих примерах удавались именно в этой последовательности, да? На многих проектах крупных, да? Именно вот в такой последовательности они были внедрены, и поэтому это best практики, да? Они повышают авторитет, поскольку руководитель разработки, там, тестирования и так далее принес это и получилось, да? А это очень важно. Ребята, напомню, что это буквально функциональная обязанность руководителя стать авторитетом для сотрудников, да? Ребята, напомню, что любое препятствие преодолевается настойчивостью, и, соответственно, вам необходимо действовать. Посмотрите, вы все, скорее всего, работаете по agile, насколько я видел, поднятые руки в начале. И посмотрите, что отсутствует в вашем проекте из того, что было сказано. Если чего-то нет, вы не меряете показатели эффективности, вы не встречаетесь, не думаете об улучшении, чтобы следующая итерация была лучше, то обязательно принесите это в ваш проект. Соответственно, презентация будет доступна. Вот. Также будет доступна, наверное, вот статья, где там гораздо более подробно написано. Там выделены, поскольку у меня сейчас времени не хватило, мотивационные и коммуникационные аспекты, да? Это как замотивировать людей на каждый шаг. Вот. И, соответственно, если есть вопросы, друзья, я к вашему слову. А можете рассказать, о чем мы будем рассказывать в следующем вашем договоре? Да, в 1410. Ну вот о чем ты примерно? О чем? Там будет рассказано уже существующий agile проект, если он внедрен, если все там хорошо. Какие есть мех, скажем так, о которых все задумываются, практики, да? Которые могут еще улучшить. Там будет рассказано всего о 3 классных таких практиках, да? А, то есть, которые сделаны сложно уже. И которые являются, скажем так, серьезным самым требованием. Это не странные мифики, это не стандартные мифики, это вот не об этой местной шарлет. Это сильно комплексные вещи, которые связаны с, скажем так, культурой организации и ее уже трансформацией на 3 проекты. А вот такой вопрос. Да. Вы рассказывали о том, что изначально, ну, вообще, как бы вот эта презентация, она идет для менеджеров, для того, чтобы сказать, как руководить, как управлять проектом. Соответственно, ну, и рассказывали о том, что у нас разные проекты на итерации. Соответственно, каждый итераций, ну, и сделать этот локспис, и задача, которая у него. Каждая итерация, который проектом может оценивать, насколько хорошо выживается проект. То есть, удачная итерация, которая отбирается. Вот, приносить бицептам, значит, сотрудникам. При этом список работ, которые выполняют сотрудники, они отбираются из имеющих собой ток. Ну, отбираются сами, да, это одна из практик. Вот. Не получится ли так, что собирается команда, смотрит, говорит, вот. К тому же, мы разработали, значит, какую-то программу. Они говорят, значит, мы там разрабатываем були, мы там кнопочки рисуем. А математический аппарат там, где там расчет какой-то, он остается. Он остается, остается. И менеджер смотрит, молодцы. Каждую итерацию отлично зарабатываем. Вовремя пиццу приносит. И в конце, последняя итерация. Заказчик ждет. И остался математический аппарат разработок. Менеджер только руками потом разводит. Мы ничего не успели устроить. Как может очень понятно, это автоматически проходит за заказчиком. Спасибо. Вопрос очень важный и, наверное, я его, скажем так, произнес не тем языком. Видите, здесь два спектра. Первый, чтобы человек, скажем так, понимал, что важнее, что менее важно, как менеджер внутри проекта или разработка, он в бэклоге приоритизирует эти фичи. Есть и математический аппарат. Без него не полетит. Без кнопочек полетит наш самолет, а вот без математического аппарата не полетит. То это будет с наибольшим приоритетом. Вот представьте себе, мы на спринт-лог берем 10 единиц функциональных фичей, взятых из бэклога по приоритету. И вот второе связано с тем, что именно из спринт-лога разработчик выбирает. Но другое дело, что откуда менеджер, который управляет, и часто не имеет технических экспертов, оставит по приоритету? Все правильно. Вот. И поэтому мы все время взаимодействуем команды. Мы всегда на любое собрание приглашаем нужных специалистов. Обычно хватает руководительственных направлений. Руководитель разработки, скорее всего, имея технический бэкграунд и вообще соображаешь, почему. Также приглашаются аналитики, то есть по представителям. Обычно этого хватает. Иногда бывает там, какой-то специфичный специалист в команде находится в разработке, без которого тоже нельзя понять, что важнее, с чего надо начаться. И это сделано с начальником проекта. Это можно пересматривать после ретроспективы, когда на определенном моменте оказалось, что у нас реализация неправильная. И в продолжение. Вы уже спрашивали о том, как раз в конце задательного вопроса, о том, что есть некие ограничения у заказчика по планированию окончательной цели, что должно получиться. Потом в начале презентации у вас было написано, что план — это не важный план. То есть план можно менять. Это не то, о чем нужно в первую очередь успокоиться. Соответственно, построен план, разработанные перекрытия итерации, и под конец заказчик меняет план. Или, ну, давайте, под конец заказчик меняет план. В принципе, Agile должен быть позволять ПДТА гибко подходить к этому. Изменили план, отлично, давайте будем дальше работать. Но бюджет уже заканчивается. То есть мы, с одной стороны, должны быть гибкими, с другой стороны, планирование заранее сделанное определяет готовность от конкретного продукта к конкретному сроку. Заказчик, со своей стороны, гибкость не проявит, который расширяет бюджет. Лидия, вопрос о том, как работать с запросами на изменения функционала. Да. Хорошо. В рамках Agile. В рамках Agile. Видите, на самом деле Agile как раз направлен на эти запросы. Мы можем вообще не иметь конечного скоба проекта и каждый раз на этих вот Changed Quests находиться. То есть Заказчик каждый раз увеличивает Backlog кнопку. Как менеджер, каждый менеджер знает, когда пришел новый запрос на изменение функционала, мы изменяем сроки. То есть у нас какой-то есть срок. Нельзя что-то добавить, чтобы ничего не изменилось. Правильно? Какой бы там методология у нас не была. Просто фокус вот этой гибкой методологии в том, что сюда проще добавить. Здесь заточено все на то, что мы каждую итерацию еще раз смотрим Backlog. Они набили уже, скажем так, весь поле этих работ. И разработчики, грубо говоря, ресурсы зарезервированы. Вот такие работы, они уже на другом проекте находятся. Именно вот таким образом. Плоскоразгазмом этого слова есть. И потом что-то воткнуть туда практически нереально. Там же надо сколько-то другого проекта отнять. Где-то пораньше тестировочку выпустить. И получается целый тест на пряск. Здесь в Agile на каждую итерацию промендует мини-проект, который закончится релизом. И поэтому через две недели можно все пересмотреть. Вот в этом как бы весь аспект. Но если мы говорим о конечных сроках, проектах и прочее, что-то добавляется внутрь оба проекта. Мы говорим о двух вещах. Либо о том, что сроки изменятся. Ну это нормально, да? Либо о второй вещах. Что у нас ребята выйдут. Поработают. Но у нас на четверной ставке. Я понял. Спасибо. Коллеги, еще у вас в начале были вопросы. Я хочу сказать, что есть футболки. Самый еще вопрос. Да ладно. Я не слышал девчат. Чат у нас сегодня с тромами. Женские футболки. Девчонки, есть женские футболки. Ай. 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 Вопрос. Ай. Ну это женские футболки. Ну это женские футболки. Ребята, еще вопросы, пожалуйста. Пока вы нечут женскую футболку. Девчонки, есть вопросы? А все ли понятно? Ай. 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 Вы сказали, что нужно собирать команду в начале рынка, работаем по аджайвову. Аджайвов вот так, и так. И дальше вы рассказывали, как это будет аджайвов. В принципе там собирается команда, вы слушаете людей. В принципе, как менеджер можно собирать команду, слушать их мнения, вести бэклок, не говоря ни о том, что это отжаев или не отжаев. То есть можно вести эту работу, не оставляя сотрудничество, не говоря о том, что это отжаев, читать, что такое отжаев, просто как-то вести и вести работу. Ребята, мне будет приятно, они приходят, что-то говорят и слушают. Так, вообще вопрос. Зачем нужно говорить, что мы работаем по отжаев? Зачем сгружать? Дезайнивать? Спасибо. На самом деле, глядите, можно говорить, что мы любое слово взяли, то есть мы теперь работаем. А теперь мы наконец-то работаем. Это не важно. Важно, ребята, другое. Это как раз предыдущий вопрос, одно из очень сильных. Нам важно обозначить свою цель. Да, если мы что-то меняем, то что-то было неэффективным. Понимаете, если вы не принесете и транслируете цель своих сотрудников, то что, ребят, я хочу увеличить атмосферу моральной команды. Я хочу улучшить эффективность. Я хочу развить каждого сотрудника, чтобы на люке труда у него повысилась стоимость. Если вы это не транслируете, сотрудник не будет об этом знать. Он не так просто догадается, он не считает вашу мысль. И то же самое со США. Если мы на общей уровне не говорим, для чего нам эта методология, это не понятно, как-то мы себя по-своему поймем. А дальше так поймем. Нет. А вот и так не поймем. Понимаете, в чем дело? Как-то по-своему поймем. Вы правы. Как-то по-своему просто поймем. А нам нужно, чтобы команда в одном направлении шла. Чтобы не появлялись как раз те люди, которые будут разрушаться. Потому что каждый и в меру своей испорченности поймет. И найдет точный троллинг и всего остального. И это нормально будет. И вот часть, которая позволяет от этого уйти, это чтобы все были, как вот называют, on the same page. Одинакового понимания. Поэтому самое первое, самое главное, транслировать ваши цели. Транслировать, для чего мы это делаем. Может быть, это не понравится. Потому что я скажу, нафига, нам это не надо. Нам это неинтересно. Тогда будет понятно, да, отличный фидбэк. Это не надо команде. Потому что мы делаем, еще раз, для команды. И для себя, для того, чтобы был agile. Просто, ну вот вы сказали, да, имеет различные грани, там, или различные способы работы в манках agile. И в принципе, когда менеджер говорит, теперь мы будем работать agile, так что он может ожидать от него кто-то с кранф, кто-то как банк, кто-то еще что-то. Да. А на самом деле, менеджер достаточно сказать. Теперь, ребята, если у вас есть как-то что-то мне сказать, вы можете приходить, мы это будем записывать в бэкбол. А если вы там хотите там обсудить, выбрать какую-то задачу, давайте будем собираться, выбирайте себе каждую задачу по норву. И не говорите. Я понял. Я понял. А если говорить, что мы работаем по agile, это нужно только для того, чтобы повысить их цену нарушу. потом, когда они приходят и скажут, что мы работаем по agile. Не только. И золото просто скажу, что вот эти практики не задут вот этой. Если команда не понимает, для чего это нужно. Понимаешь, мы не только просто работаем по agile, поговорим что-то. Это нужно для того, для того, для того. Включая личные интересы к каждому сотруднику, да? Выбирать задачи, развиваться, иметь возможность на чем заниматься другими, вроде самой менеджера каждый день, да? Взаимнодействие, эффективно работать, возможно, как-то. И вот если этого понимаем или нет, задухнуть просто, вот как раз и будет, как появились ребята, которые будут высказать, то нафига мне каждый день стоит стоять 15 минут? Да. Непонятно. Нафига мне два часа драться, где-то там, в переговорке, где-то скрытил это. Мне нечем сказать этому. Вообще я не знаю. Я не хочу искать. Зачем я действую в 15 минут, если я говорю в 3 секунды. Именно, именно. Непонятно. Становится совершенно непонятно. Зачем? Это же какие-то демонстрации. Правда? Ну, не будет понятно, знаете, что это не слово «аджай», а будет непонятно, что человек через какое-то время умеет реальное состояние официального. Именно, именно. То есть мы говорим, что ребята, это делается для этого, и через две раз это происходит. Да. А сказали «аджай» и не сказали. Это не важно, действительно. Правда. Это не важно. То есть мы здесь именно говорим о том, что мы переходим на новую, более эффективную методику. Да. Какие бывают ошибки? Я не знаю, как в хороших тренировках. Забывал, что у тебя нет. Забывал, что у тебя нет. Забывал, что у тебя нет. Забывал, что у тебя хорошо, да? Сложно, да. Да, я думаю просто, какую-то привести ошибку. Мы видим, вот первое, то, что произошло, да, на самом деле, не противение цели, а просто вот какие-то... Ребята, вот в методиках, короче, стель будет на задамки. Для чего? Кто там? Это вот, ну, основная ошибка. Она заставляет людей напрягаться, и понимая, какой будет результат. И потом, эта вот практика, она не внедряется, она разрушается. А как я ее поддерживаю здесь? Ребята начинают, ну, куситься, да, говорить, нет. Зачем? Ну, ходят, но как бы, без заживания. Следующая ошибка, это отрицательная мотивация. Вот. Это вот отдельная тема, да? Мы начнем говорить, я менеджер, я так сказал, должен, в 15 минут стоять. Ну да, салон. Да, я не плачу. Пример ошибки, внедрение, премьер ошибки, внедрение, внедрение, Глядите, вот мне подсказали коллеги, что время кончается. Вот. Давайте, те вопросы, которые еще остались, здесь вот будет перерывчик небольшой, я так понимаю. Вот. Подходите, спрашивайте. Вот. Кому интересно, кому хочется, дам визиточку. Вот. Можно будет пообщаться по имейлу, по там, не знаю, по скайпу. Все, всем спасибо, было приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ ПОТИСМЕНТЫ